Всем привет! Продолжаем нашу экскурсию в мир неизведанных товаров от фирмы Xiaomi. И сегодня я вам покажу новые 15 классных товаров Xiaomi, про которые вы возможно не слышали. И в конце видео я вам расскажу про интересный телефон от Xiaomi, который еще в разработке, но это будет просто пушка. Приятного просмотра! Интересный фонарик от Xiaomi, совмещенный с пауэрбанком. Устройства очень компактные, поэтому и емкость аккумулятора составляет всего 3350 мАч. Впрочем, этого вполне хватит для того, чтобы подзарядить смартфон и еще осветить дорогу до дома. На обратной стороне фонарика имеются два разъема на microUSB для зарядки самого фонарика и полноценный USB разъем для использования устройства в качестве пауэрбанка. Фонарик имеет возможность подавать сигнал SOS. Яркость светодиода, установленного в нем, составляет 240 люмен. Компактность габаритов и вес в 100 грамм с точки зрения портативности и функционала не могут не радовать. Далее не менее редкое, но уже неумное устройство от Xiaomi. Это универсальный блендер, выполненный из анодированного металла с использованием ABS-пластика. Корпус блендера отличается своей необычной минималистичностью. Из элементов управления только одна большая кнопка по центру с перфорацией индикатора включения, который обрамлен синим пластиком. При этом подсветка на кнопке не реализована. Всяческие регулировки скорости также полностью отсутствуют. Можно предположить, что такое решение определяет философию активного и здорового образа жизни, при котором можно быстро смешать себе любой фруктово-овощной микс и сразу же взять его на тренировку. Резервуары для смешивания имеют крышки, которые просто заменяют смешивающую насадку с лезвиями. На крышках имеется удобная пробка и ручка, в результате чего резервуар для смешивания преобразуется в спортивный шейкер, который очень просто взять с собой. Автоматический замок. Очень необычные устройства от Xiaomi, автоматизирующие работу дверного замка. Теперь у Xiaomi в арсенале можно наблюдать практически универсальное устройство, которое устанавливается напротив замочной скважины и проворачивает ключ по определенному сценарию, который можно установить в приложении Mi Home. Также, соответственно, можно дистанционно отпирать и запирать дверь при помощи смартфона. На устройстве присутствует дактилоскопический датчик, поэтому открывать дверь можно еще и с помощью пальца. Устройство и для его работы, и для удаленного управления нужен, как уже многие знают, шлюз к Xiaomi Gateway. К минусам этого устройства можно отнести относительную универсальность ключа, который используется в вашей затворной системе. Впрочем, это вполне решаемый вопрос, так как при необходимости можно выточить ключ соответствующего размера. Датчик температуры и влажности, имеющий монохронный дисплей с подсветкой. Решение, честно говоря, меня очень сильно порадовало, так как постоянно лезть за смартфоном и заходить в приложение Mi Home, чтобы посмотреть температуру в комнате, уже лениво. Умный дом все-таки. Устройство имеет Bluetooth, с помощью которого можно сопрягаться с умной RGB лампой Xiaomi E-Lite. При этом при изменении температуры в комнате будет меняться и подсветка на умной лампе, создавая еще и цветовую индикацию. С облаком Mi Home датчик тоже работает, поэтому информацию о температуре и влажности в помещении также можно наблюдать на экране смартфона. Еще одно очень необычное устройство от Xiaomi, которое, я думаю, вряд ли кому-то встречалось ранее, это электрическая пемза. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IPX7, однако, как многим уже известно, это не позволяет полностью его погружать в воду. В комплекте поставки идет удобная док-станция для зарядки устройства с выходом на USB. Также в комплекте имеются сменная насадка для более грубого воздействия на ороговевшую кожу. Насадки легко снимаются и заменяются одним движением. В общем, с точки зрения эргономики устройство неплохо проработано. По подходу к организации можно легко понять, что это компания Xiaomi. Маска для сна со встроенными динамиками. По некоторым отзывам, засыпать с ней получается вполне даже неплохо. Материалы, из которых она исполнена, вполне приятны для восприятия на нежной коже лица, поэтому и выглядит она вполне убаюкивающая. Главное, не загрузить в плейлист, предназначенный для сна, трек с тяжелым роком. Электрический триммер для стрижки волос. Устройство, как и предыдущая PEMSA, имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IPX7. И как минимум, сами лезвия можно мыть под водой. Если верить заявлениям производителя, лезвия располагаются настолько близко друг к другу, что это позволяет снимать даже самые короткие волосы и использовать устройство для эпиляции. Режущая часть также легко снимается, что позволяет ее достаточно просто очищать и промывать под водой. Стильные наушники Xiaomi Mi Headphones 2 Несмотря на то, что эти наушники от Xiaomi на рынке находятся уже с 2016 года, все же товар является достаточно редким и, думаю, мало кому встречался. Особенностью этих Hi-Fi наушников является наличие микрофона, так что можно спокойно отвечать на входящие звонки, не снимая их с головы. Нельзя не отметить и интересный дизайн устройства, который сразу же бросается в глаза. У меня лично есть такие наушники, служат они мне почти уже год и выглядят как новые, а я их ношу каждый день. Качество звука обалденные и выглядят они капецко круто. Если брать на подарок, то это прям идеальный вариант. Хотя и просто себе взять их стоит, они реально классные. Это Bluetooth джойстик, который в большей степени предназначен для сопряжения со смартфонами. Складывающийся держатель, который является неотъемлемой частью данного аналогового манипулятора, позволяет закреплять мобильные устройства и играть, используя привычные для всех клавиши управления. В комплекте с джойстиком идет Bluetooth свисток для подключения данного джойстика к компьютеру и кабель для зарядки устройства. Естественно, джойстик обладает функцией обратной связи, и в нем встроены два вибрационных моторчика. Далее не менее интересный товар автомобильной тематики. Это очередной ионизатор воздуха, особенностью которого является отсутствие возможностей создания воздушных потоков и как следствие функций увлажнения. Данное устройство просто ионизирует воздух, что может явиться весьма полезной функцией для салона автомобиля. Ионизация позволяет обезвредить органическую пыль, используя запатентованную технологию высвобождения отрицательно заряженных ионов высокой активности. Их особенностью является взаимодействие с небольшими частицами пыли, дыма, органических загрязнений, а также бактериальных и вирусных частиц с последующим их связыванием в более крупные фракции, которые задерживаются встроенным фильтром. При этом ионизатор не создает агрессивные молекулы озона, которые могут повредить вашим дыхательным путям и слизистым оболочкам. Индукционная плита Устройство представляет собой отдельную индукционную комфорку, которая обладает умными функциями и работает с приложением Mi Home. Помимо этого плита просто отлично вписывается в стилистику, продиктованную компанией. А в комплекте может идти даже кастрюля с крышкой, которая, как нельзя, кстати, подходит по размерам к рабочей поверхности устройства. Регулировка температуры осуществляется с помощью механической крутилки, а сама температура доступна на небольшом жидкокристаллическом дисплее. Следующее устройство при всей своей обычности привлекло меня весьма эргономичным и интересным дизайном. Это термос с носиком для удобства заваривания с помощью него чая или иных напитков. Для сохранения тепла термос имеет кнопку, при нажатии которой можно подлить кипяточку, где бы вы ни находились. Производит термос дочерняя компания Viomi, знакомая по многим иным подборкам аналогичной тематики. Емкость термоса составляет целых полтора литра, что, собственно, немало. Выпускается термос в черном и, соответственно, белом цвете. Магнитные кубики. Мало кто знает, что компания производит детские кубики. Скорее всего, многие в детстве играли с кубиками, но не думали, что в них можно встроить магниты для соединения их между собою. Набор содержит фигуры различных форм, размеров и цветов, которые соединяются между собой с помощью магнитов. Это позволяет создавать различные фигурки, сопротивляя силе притяжения. Еще один интересный товар этого рыночного сегмента – детские смарт-часы с GPS-трекером и возможностью принимать входящие звонки. Часы имеют слот для сим-карты, что позволяет не только переговариваться с ребенком через голосовую связь и сообщения, но и осуществлять GPS-трекинг, его местонахождение, а также прослушивать все, что происходит вокруг. Самым удобным является то, что все эти функции доступны через всеми любимые приложения Mi Home. Жаль, что в часах только китайский язык, хотя, думаю, должны выпустить прошивку и под английский, и может даже быть под русский язык. И завершать наш марафон будет перьевая ручка от Xiaomi, которая позволит вам записать все свои цели на грядущие 365 дней. Это у нас перьевая ручка. Она способна даже за 10-30 секунд создавать каллиграфические произведения. После использования ручки на бумаге не остается разводов и клякс. Она сочетает в себе привезенные из Германии перо, кончик и чернильный конвектор собственного производства. Ручка пишет очень гладко и не рвет бумагу. Компания Xiaomi уже давно начала производить ручки, и это, думаю, не предел. Теперь ждем какую-нибудь 3D-ручку. И для тех, кто ждал инфу про обещанный телефон из заставки к видео, я немного расскажу, что это за чудо такое. Это Xiaomi Mi Flex, создание которого в настоящее время находится в завершающей стадии. Аппарат получит передовое техническое оснащение и безумный ценник. Известно, что смартфон Xiaomi Mi Flex будет состоять из двух экранов. Один из них окажется 4-дюймовым, второй дисплей получит 7,8-дюймовую диагональ, а получить к нему доступ пользователи смогут путем разложения смартфона в планшет, словно это обычная книга. Его разрешение, по слухам, окажется на уровне Quad HD+. Начинка будет топовая, но и цена тоже. Ссылку на статью про телефон я оставил в описании. Кому интересно, то можете почитать. Спасибо вам за просмотр сегодняшней подборки. Если она вам понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Скоро будет еще много интересного. Был рад сегодня для вас стараться. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!